Добрый день! Сегодня мы рассмотрим важную тему – консервация ДВС-моделя для зимнего хранения. От того, насколько эффективно проведена данная процедура, будет напрямую зависеть состояние модели весной. Этап первый – чистка. В бензобаке и топливной системе модели ни в коем случае не должно оставаться топливо. В идеале его нужно высыпать. Если сделать этого не получилось, его нужно обязательно слить. Модель следует тщательно очистить и вымыть. После этого оставляем ее на некоторое время, чтобы дать просохнуть. Далее используем фен. Очень тщательно просушиваем модель и ее узлы. Переходим ко второму этапу – обслуживанию узлов. Нам потребуется средство профилактики двигателя, универсальный очиститель, масло для воздушных фильтров, бумажные салфетки или полотенца. Начнем с двигателя. Аккуратно выкручиваем свечу, заливаем средство для консервации двигателя и тянем за пул-стартер или используем ротостартер, чтобы смазать все детали. Снимаем и убираем воздушный фильтр. Заливаем немного средства консервации в карбюратор, работаем газом, чтобы хорошо смазать иглы и дроссель. Закрываем отверстие карбюратора. Снимаем топливные трубки, тщательно продуваем их. На этом с топливной системой двигателем закончено. Переходим к трансмиссии. Чистим и смазываем вращающиеся части, уделяя внимание подшипникам. Пробуем прокрутить и прислушиваемся. Если слышен скрип, хруст и так далее, определяем локацию и пытаемся исправить ситуацию. Чистим, смазываем, проверяем еще раз. Трансмиссия должна вращаться плавно, без посторонних звуков. Подшипники и металлические сочленения должны быть смазаны. Далее электроника. Открываем радиобокс, достаем приемник, вортовой аккумулятор или кассету с батарейками. Убеждаемся в отсутствии влаги. Если есть, протираем насухо, обязательно тщательно просушиваем. Отсоединяем бортовое питание. Достаем батарейки из кассеты. Убираем электронику обратно в бокс. Достаем батарейки из пульта управления. Колеса. Их нужно очень тщательно просушить и хранить желательно не в вертикальном, а в горизонтальном положении. Финальный этап. Убираем модель в коробку, чтобы избежать попадания пыли и храним при комнатной температуре, избегая резких перепадов. И самое важное. Повышенной влажности. Если все сделано правильно, весной модель должна запуститься безо всяких проблем. Если у вас нет времени или желания заниматься консервацией модели самостоятельно, наш сервис-мастер сможет выполнить эту работу за вас. Нужно просто привести модель к нам. Надеемся, наш обзор был полезен и позволил более подробно ознакомиться с темой консервации модели для зимнего хранения.